МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самая пригожая и грациозная у областных шпиталей инвалидов Великой Чинной войны выбрали МИС Медицинскую красу 2019. 55 годов тут умоцовывают здоровье и дорадь добрый настрой. Санаторий Гомельского отделения Белорусской чагунки означал юбилей. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Господарки Гомельской области завершаются на рыхтовку кормов первого укоса. 80% скошенных площадей убрано полностью. На полях застались только шматгадовые травы на сено и сенаж у полимерной пленцы. В связи с засушливыми умовами на дворье господарки так само косят травы на так званой неудобице. С подробязностями Евгения Кухаронак. Гомельский район – поле господарцы Урыцкая. На площу у 30 гектаров убирают урожай шматгадовых трав. Великая поголовья скота у 10,5 тысяч примушает змагаться за кожную травинку. Зараз на рыхтована 600 тонн сена. Гэта на 200 тонн больше, чем у минулым годе. В уголе каля 3 центнеров на одного процентовника буйной рогаты живелы уже есть. Вовремя были дожди, поэтому травы в этом году лучше гораздо, чем у нас были в прошлом году. Первый укос уже сеяных трав убран. Сейчас работаем по поймам, по таким более заболоченным местам. Убираем, готовим корма. У регионе ведется работа по повеличению площи шматгадовых трав у приватности, люцерны и бобовых компонентов. Все лета малю двоя поширены палетки кукурузы на зерне. Культура засухоустойливая и урожайная. Миновата тому на ее зроблена ставка. Уже несколько тынів у регионе тримается спякотное и сухое надворье. Однако до складанного агрометеорологичного становища аграры подрыхтовались загаде. В Гомельской области есть страховой фонд по семенам. Сгоревшие посевы будут пересеваться однолетними культурами на кормовые цели. Это такие культуры, как пайза, проса, редька масличная и группа крестоцветная – рапс, сурепица. Господаркам региона поставлена задача нарыхтовать не меньше за 30 центнеров травяных кормов на одну умовную голову буйной рогаты живел. Есть районы, где до плана рухаются больше мклива. До приклада у Житковицким приступили до другого укосу. Евгения Кухаронак, Валерия Гопанько, телерадо «Компания Гомель». В рамках работы универсальной выставы Кермашу «Полесская скарбница» у Мазыры пройшел форум «Школа экспорта». Инициатор проведения – Белорусская гандлево-промысловая палата. Задачи глобальные – допомогшие представникам деловой супольности выйти на замежные рынки. Мазыры выходят в список с 11 городов Беларуси, где в ближайшие два года повинна быть забеспечена поскоренная социально-экономичная разведцем. Тому увага до района – самая пильная. У этой территории богатый промысловый потенциал. Выраблять якостную продукцию – это, вядом, ж добро, але и треба уметь ее реализовать. А продавать замяжут – треба профессийно. Только тогда будет финансовый выник. Задача проекта «Школа экспорта» – допомогать предприемствам во удосконалении внешнеэкономичной деятельности, створении новых вытворчастей и пошуку бизнес-партнеров. Мы понимаем, что, во-первых, конкуренция становится все сильнее, все жестче. Мы видим, что происходит на глобальном рынке. Для нас критически важно иметь высококонкурентную продукцию экспортную и критически важно научить людей работать на этих рынках. Там, где есть возможность продавать, мы должны продавать. Все, что производит тот же предприятие Мозырского района, во многом это соль, пищевые продукты различные, молокопродукты. Население растет в мире, население будет всегда питаться, одеваться и питаться. Поэтому рынок в дальней дуги – это наиболее перспективное, не забывая про традиционное. Отразу после бизнес-семинара отбылось урочистое открытие универсальной выставы Кермашу «Полезская скарбница». Все лета она проходит в 14-й раз. Свою продукцию представили 11 местных предприятий, а так само индивидуальные предприниматели и ромесники. Сегодня стартовала приемная кампания во установе профессиональной технической адукации. Плануется, что наученцами лицеев и колледжей в Беларуси станут омаль 30 тысяч человек. Причем система подрыхтовки каждый год удосконаливается, чтобы можно было оперативно реагировать на изменчивую потребу региональных рынков работы. Что касается структуры приема, то она заховывает тенденции минулых годов. Специальности реального сектора экономики складывают около 80%. Скажите, пожалуйста, кем вы хотите стать? Я хочу стать визажистом. Я хочу парикмахером. Сейчас узнаем дальше. А вы? Парикмахер-мастер по маникюру. Мастер по маникюру. И последний? Парикмахер-мастер по маникюру. У Гомельской Державной профессийно-технической колледжи бытового обслуговывания селета планует набрать омаль 270 человек. Специальности вельми запотребованные зараз на рынку працы. Навучиться тут можно цырульницкой справе, стать майстром по маникюре и педикюре, швачкой и так далее. Термин навучания от года до полутора. Летость, например, по некоторых специальностях был конкурс. И это не издевляет. Дякуючи изменению законодавства, многие специалисты, которые проходят навышание у колледжей бытового обслуговывания, могут працевать дома, як физичные особы, без регистрации индивидуального предпринимательства. Нас радуют, конечно, изменения в законодательстве. Мы не жалуемся. У нас стопроцентное трудоустройство, как по специальностях парикмахерской искусство-декоративной косметики, так и по технологии производства швейных изделий. Радует, что именно швейное направление развивается, становится наиболее востребованной. Девушки, учащиеся наши, спрашивают, как повысить свой уровень, как отучиться на закройщика, получить художника-модельера. То есть наблюдается рост и востребованность. Помощник президента Беларуси, инспектор по Гомельской области Юрий Витольдович Шулейко откажен на питание Жихаров региона. В наступную сираду 19 червяня он проведет прямую линию у Гомельским областным выканавчим комитете. Выказать свои пропоновы або скарги можно будет с 15 до 17 годин. Номер для совести у Гомеля – 33-12-37. У Гомеля ушановили лепших медицинских работников региона. На переддне профессийного свято в зале областного громадско-культурного центра собрались представники оховы здоровья Гомельщины, а так само ветераны працы. За прошлый год в области проведено около 17 тысяч высокотехнологичных и других оперативных вмешательств. Особливую подяку медики Гомельщины заслужили за сохранение становочной динамики по демографическому складальнику безпеки краины, а минавито снижение дитячей смиротности. Первую и специализованную меддопомогу в регионе оказывают больше за 6 тысяч урачов и 17 тысяч средних медицинских работников. Только в стационарных умовах что год отримывают лечение около 300 тысяч пациентов. Перед медиками стоят задачи по повышении якости и доступности такой допомоги. А выражение этих задач залежит от профессионализма и высокой особистой отказности медработников, их бескорыстливой отданности в выбранной справе. В этот день работники медицинской галены отримали грамоты и подяки Палаты представников Национального схода Беларуси, Министерства оховы здоровья, Республиканского комитета Беларуского профсоюза работников оховы здоровья, Абл-Ваканкама и Областного совета депутатов. Усяго в области у гонор-профессийного свята амаль 230 человек удостоены заслуженных узнагород. Сделаны три важных законно-творческих процесса. Это принят закон о транспатологии в области пересадки органов и тканей, о экстракорпоральном оплодотворении и санитарно-эпидемиологическом благополучии. Эти законодательные акты дали возможность расширить перечень услуг от тех направлений, которых я озвучил. Самая пригожая и грациозная в Гомельском областном шпитале инвалидов Великой Айчиной войны выбрали мисс медицинскую красу. В апошний раз такий конкурс тут проводили три годы тому. Тому теперешнее с поборництва за корону у шпиталі чекали с нетерпливостю. Спякота на улице не могла пораунаться с горяченью эмоций, які опановали на сцене. Хто отримав звание самой-самой, ведает Марина Джалая. Месяц занятков по хореографии и дефиле и самые пригожие работницы шпиталя упевненно отшувают себе на сцене. Рухаються и усмехаються як соправдные модели. Кабы тримать такий выник, на протягу этого часу зимы займалися майстри с хрустальной нимфы. Пакуль журы покинула залу для обмеркования кандидатуры мисс медицинская краса, удзенецы хвалявалися за кулисами. Паправляли прически и макияж, рыхтуючийся да в прямом сенсе коронного дефиле, подчас якого ведутся обвесить рашение судейской комиссии. Спочатку огучили уладанец мисс глядацких симпаты имены другой и перший вице-мисс. Празнекольки вельми напруженных для конкурсанта к им гнению прогучала имя пероможцы. Корону мисс медицинская краса 2019 отрымала Виктория Сачковская. Победительцы вы отметили особыми бурными аплодисментами Виктория Сачковская мисс медицинская краса 2019 После веншавания от кировництва и коллег фотосдымков и пожадания от Сяброу надошел и наш шанс погуторить с переможцей. Это было неповторимо. Я, наверное, все перевернулось вокруг меня. Мне было приятно, что голосовали за меня, что поддерживали. Спасибо большое коллегам моим, что меня поддерживали, помогали родственникам, родным и близким. Тоже большое спасибо. Головный урад шпиталя Олег Иванцов каже, что такие конкурсы вельми подбадерывают работницу становы. Их праца складанная и напруженная. И не зауседы хапая часу, как яны могли отчуть себя женщинами в полном сенсе. Пешотными, слабыми, обороненными. На работу ходишь, ты не замечаешь эту красоту. Но когда они учат на сцену, я даже не узнал, что они у нас работают. Настолько красивые были девушки. И самое трудное было выбрать самую красавицу, потому что я оставил оценки всем пятерки, и так получается, что они все для меня красивые. Завтра в Беларуси означает День медицинского работника. Шпиталь до этого свято подыходит с черговыми добрыми выниками. Зараз тут начинают реконструкцию целого поверха подсучасную операционную. Те будут проводить операции на сосудах головного мозга и сердца. Аналогичная есть только в Минске. В наступном году, когда все отримается, она будет и в шпитале. Марина Джалая, Валерий Гопанько, телерадио, компания «Гомель». Профессийное свято День медицинского работника на этом тыйдне отзнашатся не только коллективы больницы поликлиник, но и тех, кто працует в санаторно-курортных установах. Двойная нагода для святкования в санаторе Гомельского отделения Белорусской чугунки. Установа отзначает свое 55-ти годы. История и сучасность у репортажа Ганны Корольчук. Он открылся как первый на Белорусской чугунце санаторий-профилакторий вагоноремонтного завода. В 67-м году для оздоровления чугуночников тут стали выкрасствовать минеральную воду зуластных крынец, а с 1973 года лечебные грязи черноморских лиманов. В санаторий в першиню во всем Советском Союзе стали проводить процедуры подводного, продолженного вертикального вытяжения позвоночника. С тех часов многое изменилось. Поширился жилый фонд, обновился интерьер, з'явились новые процедуры. Однако верность традициям заховали. Першими укоронять новые технологии протягивают и в 21-м стаходе. Так, например, в 2002 году в першиню в Беларуси тут почали проводить процедуры озонотерапии. Помимо заболеваний суставов, то есть это первичные полиостеартрозы, там заболевания позвоночника, когда это основной обезболивающий эффект, много показаний и, например, прибронхиальная астма, озонотерапия в виде капельницы, облитерирующей атеросклерозы, сахарный диабет для профилактики периферической полинейропатии. Процедура очень популярна, то есть тот, кто прочувствовал эффект, возвращается к нам буквально через каждый год. Сучасный оздоровленчий лечебный комплекс Гомельского отделения Беларусской Чигунки уключает санаторы на 160 месяцев, оздоровленчий лагерь для сны отдали на 300 детей у смену и базу отпочинку на 20 месяцев. Профиль санаторы в первую чергу накированы на лечении профессийных хвороб чигуночников. Проблем с нервовой системой, органов страдавания, костево-мышечной системой и излучальной тканины, кровозворотом. Не глядячи на свой солидный взрос, санаторы протягивают развиваться, удосконаливают диагностичную, лечебную и оздоровленчую базы. Так, все лета тут укоранили в практику новый метод лечения карбокситерапию. Вуглекислый газ вводится подскурный для лечения остеохондрозу, хвороб суставу и навык лечения облесения. При заболеваниях болевых синдромах остеохондроза позвоночника делаются обкалывания шейного отдела позвоночника, грудного отдела позвоночника, поясничного отдела позвоночника. При заболеваниях суставов, деформирующих остеохондрозах, артритах, делаются обкалывания с введением газа под кожу вокруг суставов, плечевых суставов, тазобедренных суставов, коленостопных суставов, коленных суставов. Однако в первую очередь санаторы – это сгуртованный и высококвалификованный коллектив. Тут работают больше за 150 человек. Практически половина из них – это медицинский персонал. Уход в санаторы принимает около 3000 гостей. Прикладно 85% из них – это работники белорусской чугунки, однако часто сюда завидуют и жахары соседних краин. Ганна Караичук, Василий Осипцов, телерадио «Гомель». Молодежный совет створен при Гомельском областном совете депутатов. Пытания об зацверджении его состава разглядели на посадочении президиума Аблсовета. В новую структуру вошли 26 человек. Их выбрали больше, чем со 180 претендентов. При отборе кандидатов уличывалась активность житевой позиции, значность и актуальность огученных ими проектов, идеи, пропанов. У каждого из молодых людей в совете будет уникальная макшимость проявить свои творческие должности, зразуметь, что такое мясовое кирование и самокирование, самим унести укладу в социально-экономичное развитие региона. Мы очень рады тому, что у этой, казалось бы, небольшой части представителей Гомельской области будет уникальная, на мой взгляд, возможность показать свои творческие способности, понять вообще, что такое местное управление и самоуправление, самому внести свой вклад в социально-экономическое развитие. Быть, так скажем, не просто маленьким винтиком, а буквально рычагом для такого замечательного дела, как управление государством, хотя и в своей маленькой родине. Термин полномодства у молодежного совета, який будет функционовать на громадских подшатках, в складе – два года. Первая организационная сессия запланована на 26 червяня. На ней будут обраны старшиня, его наместник, сакратар, сформированные комиссии по разных направлениях, затвержденный план работы. Сиротголовных задач установил адукации под час летних каникулов, да помогший батькам захавать здоровье и житие детей. Причем, эта работа ведется одночасово по некольких накерунках, от непосредственного взаимодействия с дорослыми, до проведения профилактической работы сиротподлетков. Олег Сентюров ознайомился с опытом Мазырского района. Вопыт свечить – наибольшая эффективная профилактическая работа. Проводится у летних лагерах, оздоровленших, спортивных, просовных, краезнавчих. У Слободской средней школи каждый день начинается с введенной безпеки. Правда, негде дече на назву протягивается она значительно больше. Уречи школьники повинны не только почути информацию, а ли и на все житие заразуметь, як денежить у конкретной нестандартной ситуации. Понедельник – это минутка безопасности по электробезопасности, вторник – по пожарной безопасности, среда безопасности, на водах. В четверг, например, это будет еще газовая безопасность. Реализация идеи «Беспечного лета» саденничая занятость школьников под час каникул. Могчимся уж мать у любой научальной установки, от доброупорядкования территории до проведения познавальных экскурсий. Тут так само есть варианты. Можно распрасывать новые маршруты, а можно выкрасить старые. Я ще раз нагадать об тем, як поводить себе у нестандартных умовах так само корыстно. У нас организован и с лесхозом экскурсии, то есть у нас есть свой питомник, лесничества, там, где тоже детям проводятся экскурсии, как себя вести в лесу, чтобы животными, насекомыми, как правильно себя вести. Почас наведывания 11-й Мазерской школы уражения, небыто занятки тут не спринялись. У лагерях разных профилей укрепляют 300 детей и подлетков. У их разные задачи отповедны шляхи досягнения, але однам это заявляется огонь для всех лагеров. Лето повинно быть беспечным. Инструктаж, який этим летом обоисково проводят во всех лагерях, незалежно над их профилю и у взрослых школьников, как при такой аномально высокой температуре поветра захватить здоровье и подбежность солнечных ударов. Это повинно стать правилом. Выходить на улицу без головного убора и бутыньки воды. Нельзя не в яким разе. От проведения тематичной дискотеки безпеки до диспута по правилам безпечных поводину, закрытых для обмеркования тем, нема. За отведенный час обмерковывается все, как правильно распаливать костер и как его потушить, как поводить себе незнаемыми людьми, чему нельзя наведывать водоемы бездорослых. Веды повинны быть настолько грунтовными, как при необходности школьники могли нештопорать и своим батькам. Уриси без их допомоги заработать летобеспечным будет тяжко. С родителями мы 23 мая проводили общешкольное собрание родительское именно по безопасности. И по классам по всем прошли тоже собрание, где этот вопрос и освещался. И памятки раздавали родителям, листовки именно. И какие-то рекомендации, как себя вести, как обезопасить детей в летний период. Олег Сентюров, Валерий Гопанько, телерадио-компания «Гомель», Мазарский район. В Доброжском районе на нулявым километре трассы М-10 дои Гомельского региона и Державная инспекция безопасности дорожного руха Бранской в области России провели суместную отпрацовку и обмерковали пытания взаимодействия. Мы-то с встречей не только нагадать водителям об недопущальности порушения правилов дорожного руха, але и оказать им правовую поддержку. Такие мероприемства, на думку инспекторов, повышают письменность водителям и становчиво впливают на процесс умоцования взаимоотносинов автомобильных инспекций суседних областей Союзной державы. Цель этих мероприятий направлена на общие наши задачи – это обеспечивание безопасности дорожного движения. Ведь функции по обеспечению безопасности дорожного движения не имеют границы. Другая областная спортикияда сород громадских объединений прошла в агрогородку Новая Гута Гомельского района. Спортивное свято выник до мовы об супрацовнестве, которую заключили БРСМ, Федерация профсоюзов Беларуси и Белорусское объединение ветеранов. Все лет до них так само долучилась команда Белорусского товариства «Червоного крыжа». Удельники споборничали у восьми дисциплинах – питанг, домино, настольный теннис, шашки, шахматы, волейбол, стрельба с нематичной винтовки и дартс. Программа складена таким чином, как ни узрос, ни физичная подрыхтовка не давали пироваги. Мы раньше были комсомольцами, мы были все члены профсоюза, а сегодня стали ветеранами. И так что и те комсомольцы сегодняшние, и профсоюзы не будут ветеранами. Но мы с удовольствием принимаем участие и наши активисты в этих соревнованиях в меру сил и возможностей. Такие спортикиады позволяют нам в неформальной обстановке познакомиться со своими коллегами из других общественных объединений. И это, наверное, самая главная суть этого мероприятия. То, чтобы кто-то стал первым, вторым или третьим, это тоже хорошо. Но самое главное, чтобы мы познакомились больше с коллегами из Красного Крикстана, с профсоюзов, с союзов ветеранов. Ведь нам вместе реализовывать, в принципе, молодежную политику, да и, в принципе, политику общественных объединений. Это на благо нашей страны. Поэтому нам надо дружить и вместе делать общее дело. Паза конкурсом. Команды так само провели товарыцкий матч по футболе. Головная мета с поборницей не выявить смоцнейшего, а добро провести час, погуторить и наладить еще больше сильный диалог по межрозными поколениями. В преддверии таких прекрасных соревнований, которые пройдут в Минске, да, еще европейские наши игры, мы продолжаем нашу традицию. Второй год уже вот у нас протокиада общественных объединений Гомельской области. Это решение трех общественных организаций. Я очень рад, что это продолжение идет и что это из года в год будет подкрепляться еще другими участниками. Вот в этом году у нас присоединился Красный Крест. Дай бог, на следующий год будет еще больше общественных объединений, и оно будет расти и процветать. По выниках усех с поборництва в третье место заняла команда БРСМ, другое – объединение профсоюзов, гоноровое первое место и переходный кубок в областной ветеранской организации. Это и другие новины вы можете найти на нашем сайте, в интернете по адресу www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершено. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.